Всем доброго дня, с вами Владимир Левченко. Глобальные финансовые рынки накануне выросли, этот рост продолжается. Действительно, IPO, Arm Group, производителя чипа британского, который принадлежит софтбанке японской, прошло очень хорошо. Разместились по 51 доллару, но вот сейчас уже около 70 долларов котировка, то есть так сразу фантастический 40-процентный рост. Плюс ко всему данные по инфляции пока никак не разочаровывают игроков на фондовом рынке. Мы видели, что на 0,8% вырос S&P, плюс ко всему сейчас фьючерсы продолжают дальше подрастать, но уже не так, как это было в азиатскую сессию, так еле-еле в пределах 1,1%, но европейские площадки тоже растут, соответственно, Азия выросла, причем неплохо и Nikkei, около процента, и биржа в Гонконге выросла. Так что пока, в принципе, здесь все более или менее. Единственное, есть, конечно, нюансы. Текущую неделю долгосрочные процентные ставки в Соединенных Штатах, то есть это и по 10- и по 30-летним облигациям они заканчивают. Посмотрим, конечно, что там будет до конца дня, но пока это новый многолетний максимум по 10-леткам, так аж с 2007 года. Но, как обычно, в это время мы подводим итоги недели на нашем отечественном фондовом рынке. Неделя была интересной, ну и, скорее всего, еще не закончилось веселье, что называется, потому что многое будет зависеть от того, что сделает Банк России. Мы уже многое подробно обсуждали. Это что у нас такое действительно происходило на нашем рынке и каковы перспективы. Обсудим с финансовым консультантом Аланом Зарасовым. Алан, доброго дня. Приветствую, Владимир. Ну вот, вроде как, вчера мы видели, с одной стороны, да, что-то такое похожее на маржин колы, да, в 10-м эшелоне, хотя в 10-м эшелоне, понятно, да, сложно придумать себе маржин колы, да и объемов не было на этих проливах, никаких, по сути. Но там по нескольким десяткам бумагам Мосбиржа вводила дискретные аукционы на какое-то время. Плюс ко всему, там, индекс Мосбиржи, да, и фьючерс пришли на нижнюю границу канала, 50-дневная скользящая средняя, ну, собственно, да, с закрепления, выше которой и начался в этом году рост по индексу Московской биржи, и все те попытки коррекции, которые мы в этом году видели, они как раз, вот, собственно, да, на этой 50-дневке эту коррекцию и заканчивали. Ну, так вот, что, какие дальше перспективы могут быть? Действительно, сейчас тоже эта коррекция закончится, или все-таки мы потопчемся, и на фоне изменившейся, действительно, ситуации, прежде всего, конечно, и с процентными ставками, и с бюджетным стимулом, да, рынок, там, не знаю, потопчется, отскочит, а потом все-таки пойдет ниже. Что вы видите и почему? Ну, да, совершенно верно, ставка, это, наверное, главное, что сегодня нам предстоит лицезреть, и, возможно, веселье будет вечером на эту тему. Ну, что хотел бы сказать, да, ЦБ решил, видимо, в угловую угла поставить курс доллара, и, возможно, сегодня мы увидим и некоторое повышение даже ставки, видимо, это ключевая, как бы, задача, да, но что хочется сказать, ну, мы вот фондовики, да, понятно, рынок уже, рынок акций нервничает и закладывает повышение дальше, там, до 13, но я бы уже смотрел даже, что ЦБ нам подготавливает хорошую почву, да, для интересных моментов. Я беру уже ОФЗ. Ну, вот, даже четырехлетние бумаги уже дают доходность вплотную к 12-ти годовым. И сегодня мы увидим повышение до 13-ти ставки, уже рынок облигаций будет составлять, гособлигаций будет составлять реальную конкуренцию рынку акций, потому что, ну, давайте так, мы год растем, индекс вырос, там, на 70 с лишним процентов. С начала года рост 40%, это рынок акций российских, росли на двух вещах. Девальвация рубля и дивиденды, плюс публикация хороших отчетностей и так далее, и так далее. И, в принципе, все три фактора уже в цене. Девальвация, ну, ЦБ, понятно, всем уже дал понять, что, как бы, на эту тему можно не беспокоиться, хотя пока, пока вот не унимается и не удается, как бы, да, сбить интерес доллара. Вот рынок, рынок, как раз-таки, вот, как мы видим, да и не только рынок, да, и вот Минэкономразвитие, то, что там свой прогноз выдало на следующий год, как-то рынок не верит в то, что удастся победить девалюацию, потому что, ну, вот, если мы посмотрим, действительно, на динамику индекса ММВБ, да, цифру мы назвали, а на динамику индекса РТС, ну, там, собственно, без урожая, по сути. Ну, есть некий рост с начала года, безусловно, да, особенно, если туда дивиденды добавить, но он, ну, вот, да, коллеги график показывают, собственно, ну, ничего там не происходило. То есть, по сути, у нас что остается, если девальвация действительно закончится, то это очень важный фактор уйдет. И тоже, кстати, сегодняшнее заседание здесь будет очень-очень важным ЦБ, потому что, ну, мы обсуждали, несколько есть моментов. Вот, кстати, да, вы на что делаете, вы считаете, что что ЦБ скажет? То есть, мое мнение, то есть, я считаю, что лучшим сценарием было бы ставку оставить на отметке в 12%, да, ну, потому что она уже действительно ограничительной является, и при этом все-таки анонсировать некие другие меры по поддержке курса рубля, да, чтобы, ну, сбить вот эти, там, в том числе девальвационные ожидания. На мой взгляд, это было бы замечательно, но я, если честно, сомневаюсь, что так будет. Я думаю, что все-таки ставку они, наверное, немного повысят. Вот, чего ждете вы, и что считаете было бы, ну, лучше всего? Ну, честно, Владимир, я даже был удивлен, когда ее жахнули на 12%. Вот, у меня это вызвало некое удивление, потому что, ну, да, выправлять платежный баланс повышением ставки, ну, так себе идея в отсутствии, как бы, да, свободных потоков капитала, но, тем не менее, это все произошло, ЦБ поступил так. Теперь это уже даже скорее, я не знаю, политическая, может, идея, не пускать доллар выше 100%. Поэтому, ну, как бы вот так вот, не исключая, что сегодня будет и 13%, хотя не вижу в этом, соглашусь, никакого особенного смысла для экономики. Но, тем не менее, нам, фондовикам, это дает шансы купить облигации, да, гораздо более надежные инструменты с доходностью там, ну, скажем, 13 годовых по 4-летним и 5-летним бумагам, ну, согласитесь, очень интересная штука. Интересно, если не будет дальнейшей девальвации и если действительно фондовый рынок не пойдет никуда дальше расти. Вот меня что здесь действительно смущает? Это смущает настроение, да, участников рынка, которые, если мы посмотрим, кстати, поправьте меня, может, я здесь немного неправ, но я вижу, что все-таки настроение такое, что, ну, вот сейчас, типа, покорректируемся, ну, может, не здесь, может, еще немного покорректируемся. Максимальные цели, которые я видел, и, кстати, их очень много кто рисует, это 2950, да, по индексу Московской биржи, сейчас, напомню, 3,130. Ну, и оттуда точно пойдем на новые верхи. Какой взгляд здесь у вас, да, и, опять же, если мы, допустим, то есть я согласен, что там 13-я доходность является привлекательной, то есть для меня, как для инвесторов в том числе, точно. Ну, вот лично у меня сейчас как раз я там постепенно переползал, что называется, там, последние пару месяцев, так медленно из акций в облигации. Вот. И какой так вот вы сценарий видите по рынку акций, если действительно там, ну, привлекательная 13-я доходность, то сколько в ней тогда находиться, чтобы ждать, и на каких уровнях по индексу Московской биржи, да, вы бы начали покупать, допустим, как инвестор? Ну, скажем так, вот если посмотреть сейчас на динамику открытых позиций по фьючерсам на индекс Мосбиржи, то на каждом росте идет закрытие позиций. Вот. Само по себе такой сигнал не очень хороший для быков. Он, конечно, косвенный и как бы не является каким-то там, да, триггером, да, для того, чтобы все продать, но, тем не менее, какие-то звоночки есть. На мой взгляд, рынок акций в достаточной степени перегрет. Вот. И заложил он, ну, в общем-то, ну, все то, о чем я говорил, да, и девальвацию, и хорошие дивиденды, и хорошие показатели. На мой взгляд, это в основном уже в цене. Чего я жду? Я, ну, я жду, наверное, где-то коррекции в пределах 10-15 процентов по рынку. Это была бы нормальная здоровая коррекция. И ничего тут такого страшного нет. Кстати, если сейчас мы увидим 13 и выше ставку, то рынок будет ее отрабатывать, безусловно, вниз. А вот то, что происходило в последние месяцы, да, ну, теперь уже мы, там, кто-то говорил по-другому, но вчерашний день, по-моему, совершенно четко показал, что это был такой откровенный разгон, да, малоликвидных бумаг, да, там, второго, третьего эшелона. Вот о чем говорит такое поведение, на ваш взгляд, да, и как это дальше будет отражаться на рынке? Ну, потому что, действительно, если там определенное количество частных инвесторов, да, набежало в эти бумаги, и их там, ну, заперли по большому счету, то это убирает у рынка поддержку на там, как, ну, на среднесрочный период времени. Да, есть такое. Наблюдали мы вот эти выстрелы в абсолютно таких неликвидных именах. Рынок как-то стал расширяться не очень таким естественным способом, я бы сказал. Соглашусь, люди побежали в неликвидные бумаги, опять же, ну, абсолютно банально, смотря на то, что компания там что-то платит, не думая о том, что сейчас там можно засесть. Я не знаю, тут все зависит, Владимир, от плечей. Насколько сейчас заплечован рынок, мне вот сложно сказать. На мой взгляд, в достаточной степени, чтобы корректироваться, ну, вот на те величины, на которых я сказал, где-то вот примерно в пределах 15%. А то, что вширь пошел, да, и в неликвид, это один из таких тоже косвенных признаков, что, ну, как-то вот все уже дорого, и смотреть на ликвидные уже люди не хотят, и пошли, и пошли. Такой тогда вопрос. Что интересного? Вот, допустим, мы видим коррекцию по индексу московской биржи, ну, вот как раз, да, там, 2,950, это получится, там, ну, около 10% по индексу. Конечно, красиво было бы сходить немножко пониже тогда, да, если мы говорим, ну, про такую обычную, там, рядовую коррекцию на самом деле. Какие, там, не знаю, секторы, или, может быть, отдельные компании было бы интересно там подобрать? Ну, тот же самый Сбербанк. Абсолютно отличная, на мой взгляд, компания, фундаментально. И где-то по цене, ну, скажем, 225-230 рублей вполне себе очень хорошая будет цена для покупки. Вот. На мой взгляд, будет интересно та же самая Алроса по цене 74-75. Там не так далеко и падать осталось. Вот. То есть, ну, есть, будут, будут имена, надо просто подождать. Да, возможно. А куда еще стоит обратить внимание? Ну, вот, например, мы с вами видим рост цен на нефть, причем такой, достаточно заметный, да. Я достаточно, ну, давно говорил об этом, о том, что, скорее всего, будет хорошо. Вот насколько он сейчас может помогать нашему фондовому рынку, да. Ну, потому что, как мы видим, рублю он не помогает. То есть, ставки выросли, да, бочка нефти сейчас рублевая вообще там 9200 стоит. То есть, ну, вроде бы все должно как-то быть более или менее. А что-то, вот, как говорится, не выходит в каменный цветок. Ну, потому что, ну, рынок живет ожиданиями. Вот это все уже заложено, видимо, было. Не видимо, а, скорее всего, и так и есть. Рынок рос год. И, скорее всего, эти цены, в общем-то, уже в рынке. Поэтому, вот поэтому мы и не растем на такой хорошей нефти. Во что-то мы уперлись, какие-то уже вещи, что, я же говорю, тут будет важно понимание того, насколько рынок заплечован, да. На мой взгляд, достаточность. Пока, да, пока мы не видим, да, каких-то заметных продаж именно в ликвидных бумагах. Но я думаю, что, вот, кстати, мы очень похожи, что, насколько есть плечи, мы это увидим по курсу рубля, да. Потому как, пока рубль не начал расти, эта история с плечами не начнет схлопываться. Спасибо огромное, Алан Зарасов, финансовый консультант, помог нам подвести итоги текущей недели на российском фондовом рынке. Ну и здесь, действительно, от ставки вообще, от пресс-конференции Центрального банка сегодня будет зависеть очень-очень много. И так бывает достаточно редко.